Интересный момент, про который вы сказали. Тоже разные бизнесмены, предприниматели, которые у нас были, мы задавали вопрос, как вы считаете, стоит иметь партнеров, не стоит ли иметь партнеров. У каждого свое мнение. Большинство, конечно, людей сказали, что если с самого начала у вас есть люди, которые одинаково смотрят вперед на ту цель, которую вы для себя вместе ставите и вы занимаетесь разными вещами, конечно, лучше иметь. А так присоединять где-то партнеров всегда очень опасно, потому что как бы то, куда вы смотрите, возможно, это конфронтирует с тем, куда смотрит другой партнер. Мое мнение такое, что иметь партнер – это большое счастье. Но это воля и дело такого случая уникального. Я не только по себе служу, но и по тем клиентам, которые у меня есть. Я знаю только один случай среди всех клиентов, которые на протяжении 20 лет остались партнерами, друзьями, не разругались и успешно ведут бизнес. Один случай из, наверное, сотен или тысяч. Вы же видите, когда они делят бизнес. Кстати, очень правильно вы заметили, есть определенная, наверное, тоже деформация моего сознания, потому что ко мне люди не приходят с хорошими новостями. Все приходят с проблемами. У меня складывается, возможно, ошибочное представление, что мир состоит из проблем. А я нахожусь, наверное, на той теневой стороне. Но вот из того, что я видел, я знаю только один удачный опыт партнерства. Я считаю, что это большое счастье иметь партнеров. То есть это и более активное развитие, и больше времени остается на какие-то, на семью, на отдых. Но я считаю, что это невозможно по какой-то формуле просчитать, даже договорами. А это отдельная тема. Договоры в нашей стране это вообще отдельная тема. И продюсерские договоры. И корпоративные соглашения очень плохо прописаны. Да. То есть можно в договоре прописать одно, а суд, руководствуясь принципами разумности и справедливости, скажет, а это не работает. Вы прописали там миллионные штрафы за нарушение договора, а суд присудил 50 тысяч рублей. И поэтому вот эти все партнерства очень часто заканчиваются либо криминальными разборками, либо кто-то кого-то тупо кинул. Потому что судебная система еще формируется до сих пор. То есть она не такая, как в Америке. В Америке, как я понимаю, адвокаты, это в принципе люди, которые, то есть у них власть на уровне бандитов. Ну то есть в смысле, что они могут при помощи харизмы, убеждения судьи, то есть при помощи убеждения присяжных. Это кино. Это кино. Присяжные это отдельная история. Присяжные, да, то есть их можно, там обычных людей собрали, их надо убедить. И ты вот эти фокусы там, шоу, посмотрите. То есть в принципе у нас же тоже по отдельным категориям преступлений суд присяжный. И там действительно умение говорить, артистичность, факты, психологии имеют колоссальное значение. Но это там одна десятая процента всего. Логично. И да. В Америке имеет значение закон. И в Европе имеет значение, вот в законе прописывается свобода договора. Вот мы, например, с вами договорились, что мы завтра с вами встречаемся где-то. Если вы не приходите, то вы мне платите там 10 тысяч долларов или 20 тысяч долларов. Мы договорились, пожали друг другу, подписали договор. В Америке, если вы нарушили условия договора, я пойду в суд, и без проблем с вас эту сумму взыщу, независимо от того, есть ли у вас деньги, нет у вас денег. Имеет значение только добровольно вы это сделали, не добровольно, угрожали вам, не угрожали, обманули, не обманули. В нашем суде мы подпишем договор, завтра я пойду в суд и 5 тысяч рублей с вас взыщу, потому что суд будет руководствоваться принципом справедливости, разумности и так далее. То есть нет вот такой вот свободы договора. И в этой связи возникает проблема, опять-таки, возмещение морального вреда. Кстати, в нашей стране можно абсолютно безнаказанно бить друг друга, как это не дико звучит. Вот по бою, 116-й статье, ее вообще убрали из уголовного количества, сейчас это административка. Легкий вред здоровью, 115-й, вообще там нет лишения свободы. А моральный вред, как правило, это 50 тысяч рублей. То есть как бы о вас не написали, в каком бы средстве массовой информации, 50 тысяч рублей. В редких случаях там чуть больше, чуть меньше. Но это такой моральный вред, который сам по себе наносит моральный вред. Да, и оскорбляет. То есть вас оклеветали, вы пошли, вам дали 50 тысяч рублей. Ну вот я видел, что в Америке у них существует, то есть если даже люди выступают в какую-то конфронтацию, партнеры или супруги или просто человек где-то в какой-то компании пришел что-то покупать и у него какие-то недовольства, он просто говорит, я позвоню моему адвокату. Полиция, он может так сказать. Ну то есть смысл, что адвокат это как крыша в каком-то смысле. Вот в их стране, то есть да, как это происходит. Закон крыша. Адвокат просто гарантирует исполнение закона. Да, да, да. Закон, да. Есть закон там о частной жизни. Вот вы вошли на чужую территорию, он взял помповик, выстрелил в вас и он прав. Не заходи ко мне. Я считаю, что это абсолютно правильно. А у нас сколько бывают случаев, когда люди пришли убивать человек, который находился в доме в частном и его семью, он открыл огонь, там расстрелял там несколько человек на своей территории и его осудили, потому что он превысил мер необходимой безопасности. Он говорит, ну тебя же не убили, тебя же не попали. Поэтому, кстати, бизнесу совет, не используйте оружие. Не нужно использовать оружие, потому что вы же останетесь потом. Если есть реальная опасность, ну можно нанести охрану. Да. Согласен. Так нам повезло, что вы пришли к нам в гости. Мы можем затронуть такую тему, как брачный договор. То есть все наши зрители, они в текущий момент или в будущем будут иметь либо жен, либо наоборот, девушки будут иметь мужей. Насколько вы считаете, это необходимой мерой при заключении брачного, ну брака вообще, заключать брачный договор? И насколько вы советуете это людям? Ну, смотря какая цель брака. Не секрет, что многие девушки вступают в брак с целью впоследствии что-то получить. Поэтому им можно посоветовать не заключать брачный договор. А наоборот, вот тем, кто вступает как бы по любви и так далее. Если говорить об истинном предназначении брака, то, конечно, брачный договор очень нужен. Почему? Потому что люди, во-первых, изначально договариваются, как будет делиться имущество. Во-вторых, они в браке понимают условия раздела имущества. И в случае покупки кому-то чего-то, они сразу определяют его назначение. Например, купил он там на супругу, здесь на мужа оформили. И нет никаких вопросов, нет никаких споров. И когда возникает, во всех семьях возникают какие-то кризисные периоды. И когда они возникают, если нет брачного договора, то первое, что супруги делают, они бегут к адвокатам, начинают готовиться к активной войне, чтобы не остаться ни с чем. И это не способствует сохранению семьи, если возникает какая-то трещина. А если у них есть брачный договор, то они эти силы могут потратить на общение с семейным психологом, попытаться восстановить какие-то отношения, отдохнуть вместе. Поэтому брачный договор, если действительно целью является любовь, совместная жизнь и умереть в один день, желательно естественным способом, вот, то тогда, конечно, брачный договор очень полезен. Я 100% сторонник. Бывает так, что ты любишь девушку, а она говорит, это оскорбительно, это унизительно, я никогда не подпишу брачный договор. Но раньше это было, менталитет такой действительно был. Сейчас уходит, я вот отслеживаю тенденцию, раньше считалось дурным тоном, это как-то оскорбительно, подписывать брачный договор, и пары приходили, они так стеснялись и смущались, как будто они в секшоп пришли. И также считалось про завещание, что завещание – это плохая примета. Сейчас я напишу завещание, и со мной что-то случится, я вроде как готовлюсь умереть. Потому что многие думают, что завещание пишут люди, когда уже лежат при смерти, рядом священник, они вызывают нотариуса, и тогда завещание. Кстати, всем предпринимателям советую оформить завещание. Вот по себе могу сказать, у меня завещание давным-давно. Почему? Потому что, к сожалению, жизнь так устроена, что смерть часто настигает внезапно людей, особенно бизнесменов, я много случаев знаю. Если вам не все равно, что будет с вашей семьей, с вашими детьми, особенно если у вас деньги находятся на аффилированных структурах за пределами России, и вы являетесь всего лишь бенефицаром, но не учрительным, не директором, желательно все это подготовить и, может быть, где-то держать, чтобы знали какие-то близкие родственники, где завещание. Потому что, если с человеком что-то случается, возникает большое количество охотников за имуществом, и очень часто происходит, что самым близким не достается ничего. Жены с детьми остаются на улицах. Я этих случаев знаю огромное количество. И все начинается, знаете, с чего очень сейчас? Когда кто-то у кого-то берет в долг, и, кстати, очень часто это близкие люди, потом сумма задолженности возрастает, все сроки погашения задолженности истекают, и тогда должнику, как это ни страшно, выгоднее спровоцировать или организовать смерть кредитора, чем гасить эту задолженность. И потом, организовав это, происходит отъем имущества у самых близких, включая единственное жилье. Я знаю много таких случаев, очень диких. Вот из последних, там, счастливая семья, ребенок недавно родился, вдруг там мужа убивают, и в конечном счете пытаются выкинуть на улицу даже вот его жену с ребенком и так далее. Поэтому и завещание, и брачный договор, и всегда нужно, ну, при жизни думать об имуществе, даже если вы не собираетесь там умирать. Человек, который неправ и уже пошел на то, чтобы так решать этот конфликт, что там даже организовал убийство, например, он идет до конца и еще дальше даже, да? А вы знаете, это как вот стоит переступить черту, а дальше уже нет предела, дальше нет тормозов, нет. Я это очень часто наблюдаю на большом количестве людей, вот стоит сделать в жизни одну дикую подлость, и потом ты, в принципе, свободен от каких-либо обязательств. Самый оправдательный механизм начинает уже тебя оправдывать. Совершенно верно, да. Он сам виноват, это тоже виноват, да они со мной плохо поступили, а здесь нет оправдания, но бог с ним, забудем, и вообще не важно. Вы хотели сказать еще вот, что очень поможет для того, чтобы, то, что конфликт какой-то, что будем спровоцировать? Если есть возможность не давать денег в долг, ну, тоже, то есть, старые правила, особенно друзьям. Давай столько, сколько готов потерять. Да, готов подарить. Лучше дать и не рассчитывать, что ты эти деньги получишь назад, а если это тебя расстроит, ну, просто не давать, потому что это тоже очень часто является стартом для какой-то конфронтации. Расскажите, Сергей, а что такое справедливость, вот, в вашем понимании? Это же такое вот сердце вашей профессии, вот это слово «справедливость». Что это такое? Это некий, ну, набор качеств, у которых, может быть, не очень явные такие границы, но все равно есть определенное понимание, что делать можно, что нельзя, что нужно, что не нужно. При этом я верю в такую глобальную справедливость, да, что если ты сделал кому-то плохо, тебе это зло обязательно вернется. Кстати, зло может быть, это действие или бездействие, ты никому-то не помог, ты пошел мимо. Ну, это интересно, да. Кстати, очень часто бездействие еще больше зло, очень больше зло, чем действие. Вот, то есть это такое скрытое, скрытое зло. И оно обязательно, ну, какие-то такие вещи, то есть ты должен быть, ну, если сказать очень примитивно, ты должен быть готов к тому, что с тобой будет то же, как ты обращаешься с другими людьми. Если ты не готов к этому, то лучше этого не делать. А если готов, то потом ты должен это мужественно воспринимать. Например, если ты не готов сидеть в тюрьме, желательно не нарушать закон. Даже если ты на 100% уверен, что тебя не поймают. То же самое, там, правила дорожного движения. Очень часто люди приходят, говорят, вот я развернулся через две сплошные, меня гаечник остановил, я хочу с ним судиться, потому что у него не было камеры, он меня не зафиксировал. И здесь слово против слова, почему верить ему должны. Я говорю, ну, ты же нарушил, ну, что ты, как бы, упираешься, да, вот здесь сидишь на принцип. Но у него не было камеры, как он докажет. Вот это, к слову, там, о справедливости. Ну, фактически же справедливость произошла, чем ты недоволен. Ну, оштрафовал тебя, просто потом не нарушай. А если вот про вашу профессию вернуться, про эффективность, про причины-следственную связь успешного адвоката, что является некими конкретными либо действиями, либо шагами, которые ведут к тому, чтобы вот человек в вашей карьере становится более успешным. Это просто выигранные дела или это вот какие-то другие еще... Вот я бы понятие «успешный адвокат» разделил бы на две части. Первая часть – это успешный с точки зрения финансовой. Вторая часть – успешный с точки зрения известный. Это не обязательно две составляющие, а очень часто они и не совпадают. Если говорить про успешный с точки зрения финансового успешного, то просто нужно любить свою профессию, заниматься ей, посвящать ей очень много времени. Если юрист работает с 10 до 7 и в другое время не думает о профессии, не интересуется, а вот так он себя сам заставляет, то понятно, что, как и в любой профессии, он не будет успешным ни в одном направлении. То есть сколько работать тогда часов примерно должен человек? Он должен это любить. Тогда это для него не работа, не мука, а ему кайф. Мы с коллегой съездили в Рязань в суд, там на машине, туда, там 4 часа, обратно, там все. Но мы получили реальное удовольствие, потому что это интересно, потому что и закон отличается, и правоприменительная практика отличается, и менталитет судей отличается. И если бы мы это воспринимали именно как коммерческое мероприятие, мы бы, наверное, возвращались бы недовольные. А поскольку мы любим свою работу, мы получаем удовольствие, если заниматься любимым делом, то все всегда получится. Это что касается денег и востребованности. А поскольку в нашей стране вообще очень мало профессионалов, и вы с этим, наверное, сталкивались, как в своей работе, и как потребитель услуг, очень мало профессионалов, то когда появляется какой-то профессиональный человек, то у него нет шансов быть невостребованным. У него, особенно в юриспруденции. Да, я всегда говорю, что в нашей стране конкуренция во всем настолько низка, что думать вообще о чем-то другом здесь можно... Когда я лично сталкиваюсь с профессионалом в любой сфере, я получаю такую кайф, я смотрю, разглядываю, мне прямо интересно знать все детали. Как в книге, в красной книге, да? Да, а что касается публичности, то это дело случая, дело желания. Очень многим это не нужно. И их никто не знает, но они, тем не менее, очень профессиональные. То есть вы ощущаете прогресс от того, что вы делаете, и у вас прогресс не ради денег, а так как вам нравится, и вы любите свое дело, у вас прогресс ради прогресса. Да, деньги второстепенно. Да, деньги второстепенно. Деньги лишь, чтобы обеспечить себя чем-то необходимым. Просто подтверждение того, что вы дали что-то, чего другие дать не могут, и поэтому вам платят больше. Нет, это было в какой-то момент, что я думал, так, я вот заработал больше, чем тот, значит, я более профессиональный. Но в нашей профессии это не так. Особенно для людей, которые занимаются уголовными делами. Ведь уголовное дело, очень часто несколько адвокатов ведут одно дело, и круглосуточно эти следственные действия, там очереди в следственный изолятор. Это все достаточно сложно. То есть чтобы просто попасть в Москве особенно, на свидание со своим подзащитным, ты должен встать с часа в 4 утра, отстоять очередь до 9-10, и ты еще можешь к нему не попасть, потому что когда подойдет твоя очередь, окажется, что его вывели на прогулку, или, не знаю, там кто-то где-то заболел. То есть это сказка о потерянном времени. Вау, вау. А с точки зрения эффективности, что нужно сделать парню, который хочет стать хорошим адвокатом или юристом? Нужно знать закон, на что внимание нужно направить внутри профессии, что нужно очень хорошо делать, и на что нужно время тратить? Во-первых, нужно к себе прислушаться, ведь юриспруденция это достаточно широкий сегмент. Это и гражданское право, арбитражные процессы, уголовные процессы, корпоративное право. То есть очень много направлений, нужно прислушаться, что больше нравится. Налоговые, авторские права. Это вообще целая бездна. Я думаю, что вы тоже сталкивались с этим. В нашей стране особенно. Да, то есть наша страна, это, кстати, вот в юриспруденции, это она будет очень долго, очень интересным направлением. Так вот, нужно прислушаться к себе, понять, что тебе больше нравится. И дальше заниматься именно тем направлением, которое близко. И посвящать этому как можно больше времени, работать над скоростью. А вот что именно? Знать закон, смотреть дела, которые происходят, ездить в суд. Знать закон – это первая ступень из лестницы, состоящая из тысячи ступеней. То есть знать закон, потом очень много практиковать, за любые деньги, бесплатно, самому платить, но участвовать в делах, присутствовать, составлять какие-то документы, смотреть на реакцию на эти документы на различных стадиях, этапах. То есть лучше сделать какое-то глупое действие, чем не делать вообще. Это, кстати, тоже правило. Вот человек говорит, я не могу состоять исковое заявление. Ну просто возьми бумажку, напиши исковое заявление на деревню к дедушке и принеси в суд. Дальше судья посмотрит, тебя с ног до головы охарактеризует. Ну скажет, как нужно. И у тебя это запомнится, запомнится, потому что тебя назовут там кем угодно, сравнят там с различными животными и домашними, и недомашними. И ты запомнишь, потому что у тебя это будет стресс. Но ты запомнишь, пойдешь, подготовишь нового, вернешься в тот же день. Нужно ничего не бояться. Вот любое действие лучше, чем бездействие. Я помню человека, я когда начал практиковать, я пришел в суд, ну грешным делом думаю, так, мне надо завести какие-то здесь знакомства, обязательно нужно здесь со всеми познакомиться. Я вот думал, как это сделать. Вдруг открывается в дверь в суд, заходит мужчина лет 50-60, такого вида, такого сомнительного, с ведром супа. Заходит туда и говорит, так, девчонки, вот я вам принес поесть. Они на нее посмотрели, как на идиоту, суп есть не стали. На следующий день он опять так пришел. И потом он ежедневно приносил и кормил работников суда. То есть они ели, то есть он приносил, он завел какие-то знакомства, к чему я говорю, что нет, на мой взгляд, чего тут такого стыдного, стыдно лежать на диване, ничего не делать. А если ты делаешь какое-то действие, обязательно получится. То есть любое действие лучше, чем без действия. И все. Нет шансов не состояться, если что-то нравится, есть желание. В нашей профессии 100%. А еще хотя бы один шаг в этом деле. Что еще? Первое знание закона, дальше знание практики, потом идет психология. Психология общения с клиентом, психология общения с госструктурами. Это тоже, это такой целый океан, потому что нет легких клиентов, но единицы, в основном они как бы сложные, потому что приходят клиенты, говорят, так, у меня 100% выигрышное дело, у меня 100% здесь вся правда, что вы хотите, там, сколько денег, да? У него там 100% проигрыш надо, например, и нужно как-то с ним общаться. То есть быстро находить зацепки, тоже быстро находить зацепки, правильно я понимаю, что вы оцениваете каждый кейс, за который беретесь? То есть вы оцениваете и понимаете сразу трудоемкость процесса? Затрату времени, в том числе затрату с учетом психологии клиента. Есть дела легкие, но клиент настолько сложный, что мы не беремся, потому что мы понимаем, что там нам условно 10 часов придется потратить на дело и 200 часов на клиента, причем при положительном результате, объективном, он еще может остаться недоволен, поэтому мы на всякий случай говорим, вы знаете, здесь есть более профессиональные люди, мы сейчас вам дадим телефон, то есть это еще нужно уметь отфутболить клиента, чтобы он не обиделся, что у нас мы, наверное, не справимся, мы не хотим вас как баба, вот у нас есть телефон. Сергей, как считаете, дружба до 20 и после 20, она чем-то отличается? Ну, безусловно, отличается, наверное, как и любовь. Дружба до 20, она более искренняя, более бескорыстная, наверное, после 20 уже много забот, после 20, и можно, наверное, разговаривать после 20, после 30, после 40, после 50, чем человек становится старше, тем больше он обжигается, тем меньше доверия, тем меньше людей он к себе подпускает, это касается и дружбы, и близких отношений, любовь, дружба, и поэтому до 20, она, наверное, более яркая, более искренняя, более бескорыстная. Да, в принципе, думать меньше, о чем есть, как бы ты все время посвящаешь дружбе, интересам, а потом у тебя забот куча, и ты все меньше и меньше времени эту можешь посвящать. А вот после 20, то есть вот партнерство, то, что вы говорили, то есть что дружба больше на партнерство какое-то похоже? Ну, дружба, я вот тоже, как я говорил, это, наверное, большое счастье для человека, для мужчин, наверное, больше, у женщин-то больше, там, подружек, да, наверное, мужчин, он больше занят, и должно быть что-то главное, что заставляет уже зрелого, состоявшегося мужчину вместо проведения в кругу семьи или на отдыхе встречаться с друзьями, должны быть какие-то общие интересы, взаимное уважение, поддержка. Ну, это, наверное, искусство, умение, везение. С чего начинается деградация личности? Вы много людей видели. Я знаю, что у вас есть клиенты и, можно сказать, друзья, которых вы 10 лет уже знаете, 15 лет, то есть всю свою карьеру. Вот, с чего начинается деградация личности? Или как можно увидеть, что у человека идет деградация личности? И напротив этого расцвет личности? Деградация личности начинается с того момента, когда ты себе начинаешь разрешать то, что тебе нельзя. То есть ты сам знаешь, что тебе это нельзя, это тебе повредит, но у тебя подавляется воля, и ты себе начинаешь разрешать первый, второй, третий, и дальше уже не можешь остановиться. Рассвет личности, когда ты делаешь через силу то, что тебе нужно. Ты понимаешь, что тебе это нужно, ты себя заставляешь, у тебя это получается, и ты делаешь. То есть работа над собой, воля. Наверное, самое главное слово – это воля. Если воля сильная, то человек развивается. Если воля ослабевает, то человек деградирует. И, кстати, здесь имеет, как я уже говорил раньше, человек – это химический состав. И на развитие деградации, в том числе, оказывают влияние различные препараты. Наркотики запрещены, психотропные какие-то препараты. И здесь алкоголь, наверное, в какой-то степени неумеренный. И человек уже не может ничего с собой сделать. Подавляется воля, и за волей след угнетается все. Иммунная система, гормональная система. А вот не могли бы на камеру сказать 2-3 ключевых рекомендации для молодых девушек, юношей, возраста, может, от 18 до 25 лет. Как вы считаете, что очень важно? Нужно дорожить временем, беречь время. И как можно скорее определиться с истинными вашими желаниями. И приложить все силы для того, чтобы достичь поставленной цели. Если ваша задача – заработать много, то вы должны что-то делать каждый день. И верить в эту цель, в успех. Если ты не веришь, то просто многие люди делают что-то, но сами не верят в успех. Если веришь, что-то делаешь, то обязательно он будет. Если задача построения семьи, то нужно тоже этим заниматься. Это тоже большой труд. Нужно трудиться, и все получится. Такой разговор получился интересный и, я считаю, очень хороший. До этого интервью сложно было бы, наверное, сказать, хороший человек или нехороший человек. Потому что, так или иначе, как мы сначала говорили, участвуя в тех или иных делах, не всегда со стороны видно на чьей-то стороне. На стороне дьявола или на стороне, можно сказать, хорошей стороне. Но, позадавая больше, более глубоких вопросов, мы, как представители, можно сказать, людей, которые люди делают, представляем нашим человеком, можно сказать точно, что вы человек с правильными ценностями, с правильным видением развития себя, скажем так. Вы делаете то, что считаете правильным, помогаете от души. Вот, хочется вам реально пожелать, чтобы вы всегда оставались в этом балансе, когда нужно правильно взвесить, вовремя отказаться, либо не браться за что-то. А если браться, то, как бы, помогать до самого конца. Потому что со стороны никому никогда не видно, какая реальная ситуация, где вы участвуете. Вот, хочется пожелать вам искренней удачи, как можно больше выигранных, хороших дел, счастливых клиентов, которые радостно получают, ну, как бы, не знаю, там, свободу или что-то, за чем они обращаются. Спасибо, что вы к нам пришли. Для нас это очень ценно и для всех наших зрителей это большой опыт, который они никогда бы не получили, вот, не посмотрев бы эту передачу. То, чем вы поделились, каждый день на телевизоре вы не рассказываете. Мы постарались глубоко проникнуть во все сферы. А вы очень классно ответили. Спасибо. Да, было очень интересно правило. Спасибо. Подпишитесь на канал, если вам понравился этот выпуск. Так, чтобы не пропустить следующие выпуски, которые вам предстоят. Мы подготовили очень интересных и знающих в своей сфере экспертов и гостей. Конечно, оставляйте комментарии, задавайте вопросы. Мы будем с радостью их задавать нашим гостям. Самые лучшие комментарии. Будем разыгрывать призы, которые скоро будут объявлены на канале. Ну, обязательно ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Делайте репост вашим друзьям или в ваши социальные сети. И также подписывайтесь на наши социальные сети ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме, где вы можете читать основные выжимки, которые мы считаем были важными в данном интервью. А также будете в том числе следить за теми гостями, которые могут посетить наши следующие выпуски. Пожалуйста, не забывайте писать нам, кого вы хотели бы увидеть в передаче «Люди. Дело», потому что мы знаем многих людей, но еще большее количество людей знаете вы все вместе, аудитория нашей передачи «Люди. Дело». С вами были Илья Кусакин, Павел Курьянов. До встречи. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok